Здравствуйте, дорогие товарищи! Позвольте, в первую очередь, вас сердечно поблагодарить за то, что вы сочли возможным присоединиться к работе этого образовательного проекта. Это вторая встреча в рамках этого образовательного проекта. Я напомню, мы говорим о тревоге в клинике внутренних болезней, в первую очередь, адресуя к терапевту, к врачу первичного звена, трудный вопрос, малоизвученный для терапевта, трудный в реальной клинической практике. Сегодняшняя встреча посвящена особому звену в этой проблеме, это тревога у сердечно-сосудистых больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому пригласили, вы видите, сегодня у нас в студии присутствует довольно большой состав экспертов по этой проблеме. Мы пригласили сюда ведущих специалистов, выступающих в этой проблеме, знающих толк в этой проблеме. Сегодняшняя встреча будет построена во многом так же, как и первая встреча. Это будет ведение в проблему, клинические примеры, а затем будет дискуссия. Я хочу особо благодарить наших дорогих слушателей за тот объем вопросов, который вы прислали после первой встречи. Наш выпускающий редактор работал, скажу вам, в поте лица, чтобы как-то суммировать, объединить эти вопросы. Их было очень много, но сегодня все они, без всяких купюр, будут озвучены, и мы будем обязательно обсуждать эти вопросы. Раз они волнуют, значит, надо получить на них ответ. Я не затягиваю больше выступления, только представлю наших экспертов. Сегодня у нас будет выступать глубоко уважаемая профессора Строумова Ольга Дмитриевна. Она ведущая специалист в этих вопросах. Мы с большой надеждой ждем ваше сообщение, потому что хотим услышать проблему и пути ее решения. Сегодня будут продолжать представлять клинические случаи. Два крупных специалиста в этом вопросе. Это доцент Эбзеева Елизавета Юрьевна, мы приветствуем вас в нашей студии, и Елена Евгеньевна Васенина, вам хорошо известна уже по нашей первой встрече. Дорогие товарищи, мы начинаем нашу встречу. Сегодняшняя встреча – тревога и сердечно-сосудистые заболевания. Ольга Дмитриевна, пожалуйста. Спасибо огромное, Григорий Павлович. В свою очередь, хотел бы прежде всего выразить вам восхищение и благодарность. Это действительно жиротрепещущая тема уже на протяжении многих лет. И то, что вы подняли ее на такой уровень, вот целую серию вебинаров организовали, это, безусловно, просто великолепно. Конечно, именно сердечно-сосудистые заболевания, их частота, их течение ассоциируются с тревожными расстройствами. И это мы с вами хорошо понимаем, потому что тревога – это гиперсимпатикотония. Где гиперсимпатикотония, там наши сердечно-сосудистые заболевания. Но вот сегодня так случилось, что, кроме Григория Павловича, все три лектора представляют Российскую медицинскую академию непрерывного профессионального образования. Рада представить наше учреждение. Это постдипломная академия. У нас проходит совершенно замечательный цикл повышения квалификации для вас, дорогие коллеги. И наша кафедра – это кафедра терапии и полиморбидной патологии. Между прочим, единственная кафедра полиморбидной патологии в нашей стране. Она носит имя первого заведующего кафедры, который заведовал ее с первого дня создания кафедры. И до своей смерти, к сожалению, академика Мирона Семеновича вовсе первого главного терапевта вооруженных сил. Ну, и Мирон Семенович в свое время уделял внимание современным аспектам педагогической деятельности. Все педагогические приемы использовал, которые были в ту пору новыми. Ну, и мы от него не отстаем. Мы тоже идем в ногу со временем. И вот уже без малого года, 6 февраля будет ровно год, как на нашей кафедре, организован телеграм-канал, который мы так и назвали «Школа полиморбидности». Да, вот вы видите на экране QR-код, вы можете навести на него камеры ваших мобильных телефонов. И мы будем очень рады, если вы к нам присоединитесь, и мы продолжим на ленте канала обсуждение вопросов введения полиморбидных пациентов. В том числе, разумеется, и вопросам тревожных расстройств у нас уделяется большое внимание. Да, без этого никуда. Это, в конце концов, нужно не только нашим пациентам, но и нам с вами, дорогие коллеги. Ну, во-первых, немножечко о распространенности. Вот если мы возьмем пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то мы четко увидим, что у них тревожное расстройство выявляется чаще. Причем вот такая коморбидность, она ухудшает течение сердечно-сосудистых заболеваний, а значит, оказывает влияние на прогноз. То есть увеличивается частота развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. И поэтому наличие тревожных расстройств требует обязательно их выявления. То есть сначала их надо обнаружить. И, конечно, следующим шагом обязательно их скорректировать, потому что без этого мы не сможем успешно контролировать артериальную гипертонию, ту же стенокардию и так далее, и так далее. И вот этот самый риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий при сочетании сердечно-сосудистых заболеваний и тревожных расстройств возрастает на 26%. Но посмотрите, как растет смертность. Без малого на 50% в исследованиях фиксируется увеличение риска сердечно-сосудистой смертности. Ну, называют это очень ярко, что у таких пациентов развивается порочный круг, стресс, сердечно-сосудистые заболевания, и опять стресс от того, что у тебя развелось сердечно-сосудистые заболевания. Ну, понятно, что тревожные расстройства будут провоцировать и развитие артериальной гипертонии, и более быстрые темпы прогрессирования атеросклероза, а значит, весь спектр заболеваний, что в свою очередь приведет к развитию фибрилляции предсердия и сердечной недостаточности. Ну, а появление этих болезней закономерно вызывает тревогу. Как я буду жить? Как будет мое самочувствие? Смогу ли я работать? Смогу ли я содержать семью? Ну, и вообще, конечно, прямого страха смерти, если вспомнить клинику острого инфаркта миокарда. Мы уже вспоминали совершенно логичным об активации симпатоадреналового звена, но хочу обратить ваше внимание, что это еще и воспаление. Воспаление и изменение нативного иммунного ответа. Это принципиально этому патогенетическому механизму в последние годы уделяется все больше и больше внимания. Это заслужено. Тут можно добрым словом вспомнить и ковид. Есть что-то и в нем хорошее, потому что до этого, конечно, такого внимания данным патогенетическим аспектам не уделялось. Ну, и эндотелиальная дисфункция, куда же мы без нее? Очень мельком хочу сказать, что существует еще и лекарственно-индуцирная тревога, лекарственно-индуцирное тревожное расстройство. Некоторые препараты могут его провоцировать. Вот одним из направлений деятельности нашей академии, Романпо, является как раз лекарственная безопасность. Наш ректор, академик Дмитрий Алексеевич Сычев, является по своему прямому врачебному образованию клиническим фармакологом. Мы очень много уделяем этому внимания. И вот недавно мы завершили работу над огромной восьмитомной монографией, которая так и называется «Лекарственно-индуцированное заболевание». И там в шестом томе, в разделе «Лекарственно-индуцированное заболевание в психиатрии», очень подробно написано всё, что известно на сегодняшний день о медикаментозной тревоге. Поэтому, конечно, об этом не забываем. У нас должна быть определённая фармаконастороженность. Тревожное расстройство приводит к увеличению риска развития не только артериальной гипертонии, причём, обратите внимание, до семи раз, не только ишемической болезни сердца, больше, чем в четыре раза, но также и риск развития фибрилляции предсердий и риск развития инсульта. Кроме того, очень интересно, как оказалось, что у пациентов с тревожными расстройствами повышен риск развития болезни Альцгеймера. Это было такое исследование. Когнитивно-сохранные пожилые люди в нём участвовали, и вот была чётко верифицирована такая взаимосвязь, причём риск развития увеличивается в целых два с половиной раза. Но с ашемической болезнью сердца опять же связь нам понятна. Тревожных расстройств они являются одним из провоцирующих факторов, одним из факторов, которые ускоряют процессы прогрессирования атеросклероза, тоже такие, знаете, классические работы, ещё, наверное, середина теперь уже прошлого века. Ну, и логично, что сам факт инфаркта миокарда, да, конечно, повышает риск развития как депрессивных, так и аффективных расстройств. Ну, вот, например, частота депрессии после инфаркта миокарда возрастает в три раза. А у пациентов, перенесших аорта, коронарное шунтирование, депрессия Денова фиксируется в 13%. Если говорить об аффективных расстройствах, то после инсульта, например, они выявляются в 33% случаев. И надо сказать, что наличие вот этих самых аффективных расстройств чётко провоцирует увеличение риска госпитализации в течение первого года. Стресс, естественно, путями, о которых нам всем хорошо известно, инициируют развитие ишемии миокарда, как безболевой, так и болевой. Потому что стресс и тревога физиологически могут спровоцировать вазоконстрикцию и на фоне резкого повышения артериального давления. Поэтому, конечно, это провокация ишемии миокарда, и мы имеем то, что имеем. Ну, давайте ещё раз чуть более подробно поговорим о причинах и основных патогенетических аспектах развития тревоги, хотя мы, безусловно, уже об этом говорили. Мы знаем с вами, что у стресс-синдрома существует несколько стадий. Первая – это реакция тревоги как раз. Затем это стадия сопротивления. И если мы не вмешиваемся на этих первых двух стадиях, что надо, конечно, делать, то наступает третья стадия истощения, когда формируется стойкая тревога у нашего пациента. И, конечно, в условиях длительно текущей стрессовой ситуации, знакомой всех нам при затяжных тревожных расстройствах, всё это закрепляется, развивается несколько порочных кругов, и, безусловно, всё это влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Конечно, это дисбаланс вегетативной нервной системы, это активация воспалительных реакций, мы об этом говорили, но а что дальше? А дальше кардиометаболические нарушения, инсулин-резистентность, эндотелиальная дисфункция, нарушение работы иммунной системы, что в конечном итоге приводит к достаточно разнообразным клиническим проявлениям. Ну вот как раз то, о чём я не перестаю говорить, корреляция тревожных синдромов и маркёров воспаления была выявлена. Генерализованное тревожное расстройство в большей степени коррелирует с маркёрами воспаления. И то же самое касается панических атак. Соответственно, интерлейкин-6, знаменитый цирреактивный белок и уровень гомоцистеина, всё это взаимосвязано с сердечно-сосудистым риском, ну, кстати, и без тревожных расстройств тоже, но особенно при наличии тревожных расстройств эти корреляции, эти взаимосвязи выражены в большей степени. И очень интересный факт, который обсуждается, что именно провоспалительная активация может играть доминирующую роль в развитии этих осложнений. Ну, вот я говорю, что спасибо ковиду хоть за что-то можно сказать, потому что все мы вспомнили работы, которые, кстати, были сделаны до ковида, но они лежали неким мёртвым грузом и казались каким-то глубоким теоретизированием. Потому что ведь действительно артериальная гипертония это повышенный уровень ЦРБ, если сравнивать гипертоников и пациентов с нормальным уровнем артериального давления. И также чётко было показано, что очень хорошо это коррелирует с уровнем высокочувствительного ЦРБ. Это, с одной стороны, неблагоприятный фактор риска развития самой гипертонии, потому что это вёл текущее воспаление сосудистой стенки. Естественно, это ромоделирование и называется гипертония даже там, где её ещё не было. А с другой стороны, у пациентов уже с имеющейся артериальной гипертонией это фактор риска развития, конечно, осложнений артериальной гипертонии. Но пока у нас в стратификации риска, в рекомендациях ещё нет высокочувствительного ЦРБ, но работаем над этим вопросом, вносим свой посильный вклад в научный аспект изучения этой проблемы. И я думаю, что всё-таки наступит тот день, когда мы это увидим. Есть определённые корреляции и с уровнем интерлекина-6. Ну, вы видите, что, конечно, риск острых сердечно-сосудистых событий, инфаркт миокарда, острый коронарный синдром чётко коррелируют с уровнем цирреактивного белка. Ну, я думаю, что здесь достаточно нам всё понятно, что стресс – это активация симпатической нервной системы, и, в общем-то, это очень наглядно видно на таком достаточно простом клиническом симптоме, как увеличение частоты сердечных сокращений. И, ну, Костин, это ещё и снижение вариабельности сердечного ритма. Ну, это такой момент. Про стресс и атеросклеротические бляшки тоже я уже начала разговор. Мне очень нравится работа, но она экспериментальная, на обезьянках конца 80-х годов, где обезьян разделили на две группы. Группа лидеров, ну и группа, так скажем, подчинённых. И, соответственно, каждый из них находился либо в состоянии покоя, либо в состоянии стресса. Но, как вы понимаете, самая большая площадь поражения атеросклеротического была у обезьян, которые были по натуре лидеры, и которых поместили в состояние стресса. Кстати, там было и продолжение. Дальше там бета-блокатором блокировали активность симпатики, и это показывало очень хороший эффект. Поэтому дисбаланс вегтативной нервной системы с преобладанием гиперсимпатикотонии, конечно, это прямой механизм и повышение артериального давления, и, соответственно, более быстрых темпов прогрессирования атеросклероза. Про диагностику. Мы обращаемся прежде всего ведь к терапевтам. Вот на что следует обратить внимание? У каких больных следует заподозрить, что у них есть тревожное расстройство? Хотя, конечно, можно дать сразу очень простое правило, просто всех тестировать на наличие тревоги. Но давайте уж как бы если не всех, то кого? Вот зависимость симптомов от динамики психогенной ситуации. Ну, для этого надо быть погруженным в психогенную ситуацию пациента. Подвижность симптомов. Сегодня одни, завтра какие-то другие. Вот это уже ближе. Это в клинической практике мы видим. А потом какие-то трети. И новый, непонятный для больного симптом становится для пациента стрессом. И пациент на это реагирует. Соответственно, для диагностики можно задать всего два скрининговых вопроса. Чувствуете ли вы большую часть времени за последние четыре недели? Четыре недели. Да, беспокойство, напряжение или тревогу. И часто ли у вас бывает ощущение напряженности, раздражительности и нарушения сна? Ну, как вы понимаете, на два вопроса даже на нашем приеме время мы найти можем. Ну, есть специальные психометрические шкалы, в том числе госпитальная шкала ХАЦ для выявления тревоги и депрессии, шкала Гамильтона, шкала Бека. Их много, и они, конечно, помогают нам в выделении подгруппы пациентов с выраженным тревожным расстройством. Ну, также два скрининговых вопроса. Это международный консенсус для выявления панических атак. Ну, вот в частности, был ли у вас хотя бы один эпизод внезапного страха, тревоги или беспокойства за последние шесть месяцев? Был ли у вас хотя бы один эпизод за последние шесть месяцев? Здесь, видите, уже за шесть месяцев, да, а не за четыре недели. Когда вы внезапно ощутили сильное сердцебиение, слабость, дурноту и нехватку воздуха. Ну, в лечении тревожных расстройств здесь как бы ключевой нейромедиатор, да, это, конечно, гамма-аминомасляная кислота, и это как раз ключевая мишень в терапии тревожных расстройств и стресс-ассоциированных расстройств, да. Это очень важные моменты. Вот у нас есть препараты, которые вполне по силам назначать терапевтом. И сегодня, как бы, я знаю, что будут представлять вам клинические случаи, и один из них будет представлять вам вот прям настоящий врач-терапевт, да. Это не психиатр, да, и не невролог, с которыми нам, вот, терапевтам проще, чтобы вот они занялись вот лечением вот подобных расстройств. И препарат грандоксин, который есть в нашем распоряжении, он очень хорош, потому что он обладает анксиолитивным эффектом, и он очень прост в обращении, извините меня за это слово, но с ним действительно легко работать врачу общей практики, работать врачу-терапевту, да, не только специалисту. Обладает, кстати, также лёгким антидепрессивным эффектом. Очень важно, что не развивается зависимость при повторном применении. Почему мы так боимся психотропных препаратов? И пациенты боятся, да, боятся, что к ним разовьётся зависимость. Грандоксин с помощью этого препарата можно уменьшить тревожность и проявление различных вегетативных расстройств. Поэтому очень хорошо препарат корректирует настроение. Не менее важно, что не снижается психомоторное действие. Вот этот препарат является избирательным по влиянию на рецепторы только второго типа, что обеспечивает только анксиолитические и вегетокоррегирующие эффекты. А вот как раз побочных эффектов, которые связаны с активацией рецепторов первого типа, он не вызывает. Именно с активацией, с воздействием этих типов рецепторы связывают целый ряд побочных эффектов классических бензодиазепинов. Седативный, противосудорожный, конечно, хороший эффект, но это же миорелаксация, седация, и вот эти два самых страшных, чего все боятся, привыкание и зависимость. Давайте посмотрим на результаты исследований. Вы видите как раз вот эта шкала Б, оценка депрессии, а тревожные расстройства оценивались по Спилбергеру. Там реактивная и ситуационная тревожность и персонализированная тревожность определяется, да, и вы видите, что при применении данного препарата снижалось на 39% вот количество баллов, что свидетельствует о уменьшении депрессии, и, соответственно, на 15 и 12 это вот баллов по шкалам, которые оценивают тревогу, то есть все проявления уменьшались. И отмечено также, что после проведения курса лечения у почти 80% пациентов вот это улучшение сохранялось, но по меньшей мере, в течение двух месяцев наблюдений, потому что такой был период наблюдения в этом исследовании. Еще одна такая известная всем нам сложная группа пациентов – это женщины в переменопаузе, да, начинается гормональный дисбаланс, и поэтому, конечно, у них гораздо чаще выявляются симптомы тревожности, фобии и вегетативные проявления. И вот также эта группа женщин принимала препарат грандоксин, и было отмечено уменьшение как симптомов тревожности, так и вегетативных симптомов по соответствующим шкалам. Это продолжение того же исследования, но и вы видите, что давление становилось более стабильным. Вы знаете такое понятие, как повышенная вреабельность артериального давления, глубоко уважаемые коллеги, когда давление, ну тоже, извините за не очень академичное слово, скачет, то высокое, то низкое. Эта повышенная вреабельность очень характерна для пациентов со существующими тревожными расстройствами. И вы прекрасно знаете, не хуже меня, как трудно это корректировать. Вот именно эти ситуации, когда давление, паттерн повышения артериального давления характеризуется еще повышенной вреабельностью. И вот если вы такое видите, тоже подумайте, что среди таких пациентов наверняка окажется, ну может если не 100%, но очень много пациентов с недиагностированным тревожным расстройством. А если с диагностированным, то вполне вероятно, скорее всего, нелеченным. И иногда очень трудно или почти невозможно добиться целевых уровней артериального давления с помощью чисто только антигипертензивных препаратов. Добавление же в комплексную терапию таких пациентов препаратов, корректирующих тревожные расстройства, творит просто чудеса. И вот вы как раз видите результаты этого исследования. Удалось добиться снижения как систолического, так и диастолического артериального давления. И пациент, что называется, доволен, но и мы с вами тоже. Мы с вами говорили о том, что наличие психоэмоциональных расстройств увеличивает вероятность развития шемии, миокарда. И поэтому в таких случаях, конечно, помимо чисто ангинальной терапии, мы также должны выявлять и корректировать вот эти самые тревожные расстройства. Вот на фоне применения грандоксина в течение месяца вы видели эффективность чисто противоэшемической терапии возросла на 20%. Да, я напомню вам, что препарат можно применять нерегулярно. То есть в какой-то ситуационной какая-то ситуация случилась, и то есть не обязательно вот всегда 100%, чтобы принимать только курс. И тогда можно принимать одну-две таблетки. А так обычно рекомендуемая доза одна-две таблетки от одного до трёх раз в день. И максимальная суточная доза составляет 300 миллиграмм. Ну, естественно, всё не запомнишь. Конечно, мы можем и должны смотреть в инструкцию к препарату. И здесь ещё очень важно, что вот почему говорят, что можно по ситуации принимать. Вот знаете, как-то случилась тревожная ситуация какая-то временная. Не ждите, пока тревога хронизируется. Уже можно её ликвидировать. Уже через 60 минут после приёма всего одной таблетки опять же по соответствующей шкале на 28% уменьшение выраженности тревожного расстройства было установлено в одном из исследований. Ну и, как мы уже с вами говорили, очень важно, что не вызывает привыкания и зависимости, не ухудшает когнитивных функций, не ухудшает память, не снижает психомоторных реакций, и небольшая, умеренно стимулирующая эффект, эффект есть у этого препарата. Так что, вот такой препарат в нашем распоряжении. Глубокоуважаемые коллеги, наша кафедра очень давно занимается ведением соматических пациентов с опущенными тревожно-депрессивными расстройствами, да, у нас тоже очень большой опыт применения таких схем терапии, да, и, конечно, мы с удовольствием делимся с вами нашими знаниями. Ну, и еще раз присоединяюсь присоединиться к нам, к нашему телеграм-каналу. Спасибо вам, коллеги, за внимание, спасибо Григору Павловичу за приглашение. Спасибо большое, Ольга Дмитриевна, за такие акценты клинические. Вам несколько вопросов. Пожалуйста. вас благодарят за прекрасную лекцию, за сделанные акценты в этой лекции, и просят ответить на следующий вопрос. Тревога – это всегда гиперактивация симпатической нервной системы. Если так, может быть гораздо проще отредактировать дозу бета-блокатора и избежать последствий, а не думать о присоединении другого препарата, например, грандоксина. Но ведь как раз и тревога и является причиной гиперсимпатикотонии. Ну, например, при инфаркте миокарда. Гиперактивация симпатической нервной системы будет присутствовать и так. Может быть, мы изначально можем избежать эту ситуацию? Но, к сожалению, так не всегда получается. И чисто бета-блокаторов все мы опять же знаем по нашей практике не хватает, чтобы в таких ситуациях, в ситуациях коморбидности, когда существует и ИБС, и тревожное расстройство, только бета-блокаторами полностью подавить эту активацию. Значит, и бета-блокаторы, и подобные препараты. потому что, ну, как мы же причину-то не убираем, мы не сможем только на бета-блокаторах разорвать этот порочный круг. Но я уже не говорю о том, я даже не беру ситуацию, что доза бета-блокаторов ограничена, да, мы ограничены брадикардии, мы ограничены низким уровнем артериального давления, особенно у пациента, если это острый инфаркт миокарда. То есть не может быть решена проблема только бета-блокаторами? Вот в ряде ситуаций без бета-блокаторов только противотревожными препаратами обойтись можно, да, потому что гиперсимпатикотония является следствием тревожного расстройства, да, ну, проявлением тревожного расстройства. И если мы убираем тревожное расстройство, то в таком варианте нам могут и не потребоваться бета-блокаторы. Но это очень сложная клиническая ситуация. Это сложная, согласие. Здесь легко без консилиума разобраться, наверное, будет безумно сложно в этой ситуации. Но, в общем, во всяком случае, в реальной клинической практике разумно оценив ситуацию, подумать о комбинации, а не о монотерапии. Совершенно верно. Такой ситуации. Хорошо. Ещё один момент. Доктор задаёт вопрос. Депрессия всегда модифицирует любой другой фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. И здесь понятно, риски увеличиваются. А тревога, она тоже увеличивает риски? Традиционные, очевидно, риски. Сердечно-сосудистые риски. Если да, то на сколько? И как это учесть? Ну, я в своей лекции приводила много цифр. Ну, вот я напомню самую яркую. Сердечно-сосудистая смертность, её риск возрастает, ну, если быть совсем точной, 48%. Это на тревоге. Да. Без депрессии. Да, это именно на тревогу. Но мне как раз кажется, что наоборот, что это более очевидно. Но, представьте, если человек волнуется. Да, вот не зря же люди даже умирали от сильных волнений, переживаний негативных. Это известные как бы факты даже, ну, вне врачебной среды. Но интересно, что человек, что очень сильные положительные эмоции тоже, оказывается, они тоже не безвредны. Вот мне очень понравились это данные немецких исследователей. Ой, я всё-таки, да, женщина, хоть футболом и интересуюсь, но чуть-чуть, по-женски. Чемпионат мира проходил в Германии, и как бы вот в Германии немцы ходили на стадионы, болели за сборную Германии. В футбол они играют хорошо, да, как мы знаем. Они не прошли в финал, был матч за третье место. И в те дни, когда играла сборная Германии, ну, кто на стадионах, кто около телевидения, всегда фиксировался больше вызов неотложной помощи. Причём независимо от того, и в те дни, когда команда выигрывала, и в те дни, когда команда проигрывала. То есть очень большая радость, эмоции, симпатика тоже могут, даже тревога за то, как сыграет команда, которая привела, в конце концов, к всплеску положительных эмоций, да, вы видите, всё оказалось не так безобидно. Так что, на мой взгляд, даже с депрессией, она всегда более маскирована. Как вы полагаете, депрессия войдёт в какую-то шкалу, типа, не знаю, ну, какие-то наши традиционные шкалы, или нет? Я думаю, войдёт. Как коэффициент какой-то, который у нас есть. Идёт, и, возможно, это будут уже совсем другие шкалы, да, потому что, ну, Григорий Павлович, вы тоже прекрасно знаете, естественно, не хуже меня, что сейчас вот всплеск интереса именно к сочетанию заболеваний. Очень долгое время, да, ведь наша доказательная медицина брала чистые нозологии, и у нас достаточно высокий уровень доказательности, что отразилось в рекомендациях. Но если мы откроем любые рекомендации и посмотрим раздел по сопутствующим заболеваниям, да, и вот по сердечному недостаточности, там одно мнение экспертов, мнение экспертов, мнение экспертов. То есть это ещё дело будущего, да, это будет изучаться, и я думаю, что нас ждут какие-то такие вот оригинальные шкалы полиморбидности, да, вот что, как, чего учитывать, и, конечно, вот депрессия и тревожные расстройства там будут обязательно. Ну, достаточно посмотреть на последние рекомендации 23-го года европейские по гипертонии. Что мы там увидели? Мы там увидели уже не только синдром абструктивного лукноя сна, но уже и инсомнил, то есть трудности с изопланированием, увидели мигрень, которой там никогда вообще не было, да, и, ну, идёт накопление знаний, вот этот стык между специальностей всегда вот оставался где-то в тени. Ольга Адмирина, как вы посоветуете? Пусть мы не знаем коэффициент, насколько возрастает риск, просто может быть сам факт того, что у пациента есть тревожное состояние, в сознании терапевта должно суммироваться, усилиться, и он должен понимать, что это более тяжёлое, с плохим прогнозом, с худшим прогнозом, с худшим сценарием. Совершенно верно, да. Даже не зная конкретной цифры. Вы согласитесь с такой трактовкой? Абсолютно с вами согласна. Таким образом, это получается, что при сборе анамнеза, при осмотре пациента, сам факт того, что у него закралось подозрение, что это тревожное состояние, в его сознании это поворачивается в ухудшение сценария жизни. И в более сложное лечение. То есть нас же будут ругать, что мы не уложились в три месяца с достижением целевого давления, а попробуйте его достигнуть без каких-то, ну, либо психорапевтических методик, либо применение препаратов у пациента с сопутствующими тревожными расстройствами. Это почти нереально. Вопрос звучит таким образом. Как вы персонально относитесь, как эксперт и специалист, к назначению таких препаратов, как адаптол, фенибут, лекарства, растительные препараты. Возможно, это безопаснее и может занять большую нишу, чем назначение грандоксина. Ну, вы знаете, я считаю, что у нас ведь панацея-то нет. И вот для каждого больного свой препарат. В этом и заключается персонализированный подход. Это, кстати, одно из направлений деятельности Ромапо. Персонализированный подход к терапии. Поэтому да, в каких-то ситуациях одни препараты. А можно сказать, в каких? Вот когда это будет точно грандоксин, а когда можно, ну, растительными препаратами. Пусть помогает. Всё-таки более тяжёлый случай, когда даже воспринимаемый на уровне ощущения терапевтом, как более тяжёлый случай. Или есть шкалы, по которым можно всё-таки... Нет, ну вот такого вот прям прямого, чтобы вот она одна шкала, если один балл по этой шкале, один препарат, а другой... Другой таких нет. Но у нас же тоже так вот нельзя сказать, что вот здесь бета-блокад, а здесь ингибитор ПФ, когда по какой-то шкале. Нет, это немножечко, конечно, более сложный и дифференцированный выбор. А вот у коллег какая будет точка зрения? Потому что этот вопрос сейчас повторился четыре раза. Просто смысл вопроса повторился четыре раза. То есть это, видимо, очень взволновало нашу аудиторию. Может быть, вы их тоже включили? Растительный, но всё-таки препарат, правильно я понимаю? Да, вопрос звучит таким образом. Препараты, основанные на растительной основе, да, или препарат грандоксин, всё-таки как в этой ситуации? С чего должен начать терапевт? Может быть, он будет выбирать боли, как ему кажется, безопасный путь? Ну, просто дал растительный, ясно, что никто там плохого ничего не будет. Да, спасибо за интересный вопрос. Если можно, да, отключитесь. Что касается адаптолога грандоксина, разные группы, но один и тот же эффект, основной, это противотревожный эффект. Но, опять же, вот если у нас есть тревога с астенизацией... Ну, терапевту это очень сложно. Нет, терапевты знают. Вот пациент в тревоге, но астенизирован. У него слабость, нет сил, молодого возраста... Найдите пациента, который не жалуется на слабость, когда пришёл к терапевту. Вот у грандоксина... Шкалы, чётче. Можно что-то сказать? Шкала. Ну, если есть тревожное расстройство, лёгкой степени тяжести, да, терапевты имеют право его лечить. Не оспарено. Это всё понятно. Прозвучало у всех экспертов. Имеет право. Вопрос только в том, что дать конкретно Иванову? Растительные препараты или грандоксин? Ну, растительные препараты, я думаю, можно более, скажем так, полиморбитным и более возрастным начать с этого. Но если у нас молодой пациент с меньшей патологией, всё-таки нам нужно быстро получить эффект. Вы думаете, пожилому не надо быстро получить эффект? Нет. Я имею в виду, что есть функциональное здоровье. Когда мы лечим пациента, нам нужно вернуть его в функциональное здоровье, то есть в то состояние, которое было до развития трилогии. Я так понимаю, что чётких критериев пока нет. А вы как считаете? Я считаю, что смотря какую цель преследовать, если мы лечим тревогой и пытаемся пациента успокоить, ну, то есть сделать его менее возбудимым, то можно дать растительный препарат, но он не уберёт вегетативных проявлений тревоги, он не уберёт тех проявлений, с которыми пациент приходит, он не уберёт гипертонию. Но это то же самое, что сказал Илья Дмитриевна. Это эффект плацеба, как я понимаю. Это эффект просто... Седация. Если будет седация, если пациент будет сонливым, он будет менее тревожным, но это не уберёт ему явную гипертезию, потому что симпатикотонию нужно убирать теми препаратами, которые действуют на гаммк. Не действуют вот эти препараты типа каких-то травяных, растительных происхождений, они действуют только на сонливость, на то, что пациент будет менее возбудим каким-то внешним триггером. Но это не лечение тревожного расстройства. В общем, в любом случае, если есть вегетативные проявления, если более тяжёлое течение, то это препарат. Надо лечить препаратами, которым и говорил Ольга Дмитриевна. Хорошо. Спасибо большое. Мы выдвижемся по повестке дня дальше. Пожалуйста, Елизавета Юйна, ваш доклад. Я вижу, что он уже выведен. Спасибо нашим редакторам. Клинический разбор. В продолжение выступления глубоко уважаемой Ольги Дмитриевны разрешите, уважаемые коллеги, представить вам клинический разбор. Это пациентка 48 лет, которая находилась, поступила в кардиологическое отделение нашего стационара. И там она обратилась с жалобами на перебои в работе сердца, приступы сердцебиения, которые, со слов пациентки, возникали, как правило, после психоэмоциональных нагрузок, длительностью до 10-15 минут, и проходили либо самостоятельно, либо пациентка принимала, и вот по факту, эгелок. Приступы сопровождались эпизодами гавокружения, выраженной слабостью и кардиологиями. И также пациентку беспокоило ощущение нехватки воздуха, и вот что особенно её тяготило, это чувство страха смерти. В анамнезе было установлено, что в течение 5 лет страдает артериальная гипертензия. Вы видите, артериальная гипертензия невысокая, 155 и 95. Перебои стало ощущать в течение последних 2 лет, но опять же она лечилась эпизодически. Принимала бета-блокаторы, эгелок в дозе 25 мг 2-3 раза в день. Ухудшение состояния в течение последнего месяца, когда ухудшилось течение артериальной гипертензии, и участились вот эти перебои, с которыми пациентка, в принципе, обратилась сначала к врачу по месту жительства. На кардиограмме была выявлена наджелудочковая экстрасисталия, там же был выставлен диагноз. Артериальная гипертензия, видите, и наджелудочковая экстрасисталия. И была назначена терапия энолаприлом 10 мг в сутки и бесоправлом 5 мг в сутки. Давление снизилось, но вот жалобы на перебои, сердцебиение не прекращались, и пациентка была направлена в стационар для обследования и лечения. Также важно отметить в анамнезе жизни, что пациентка перенесла за 5 лет до обращения травму смерть близкого члена семьи и страдала в течение последних 7 лет кожным заболеванием. Объективный статус, вы видите, состояние удовлетворительное. Здесь что обращает на себя внимание? Во-первых, часа до отдыхательных движений, вы видите, 18, пульс 62, несмотря на то, что пациентку беспокоили эти жалобы. Артериальное давление 146,94, но размеры печени, вы видите, нормальны. В принципе, объективный статус достаточно удовлетворительного состояния. И пациентка поступила на этой терапии, которая была рекомендована участковым врачом. Уважаемые коллеги, конечно, пациентка была полностью обследована в стационаре. Я здесь, конечно, не привожу весь этот объём, но вы понимаете, да, что согласно клиническим рекомендациям по ведению пациента с артериальной гипертензией и с нарушениями ритма она была обследована. И вот вы видите, выставлен ей диагноз, и мы с вами видим, что это коморбитная патология, сочетание артериальной гипертензии с нарушениями ритма наджелудочковой экстрестолия по типу бигеминии, тригеминии и даже есть эпизоды тахикардии предсердной. И пациентке по результатам исследований была откорректирована терапия, увеличена доза энолоприла до 20 мг в сутки, в связи с гиперлепидемией были назначены статины, и бисопролол был заменён на метапрололосукцинат дозе 25 мг один раз в сутки. И с антиаритмической целью в отделении кардиологии был назначен этот цезин по 50 мг по одной таблетке три раза в день. И вот здесь я вам уже привожу результаты исследований в динамике. Через неделю на фоне терапии, и мы видим здесь снижение уровня артериального давления фактически уже до нормальных цифр, как систолического, так и диастолического. Здесь мы видим результаты суточного мониторирования. И вот здесь более наглядно видны результаты суточного мониторирования. Мы видим, что количество экстрасистол почти 9000 уменьшилось до 8800. Мы видим, что парных практически нет. Эпизоды тахикардии с 12 уменьшились до 3 эпизодов, и это только через неделю терапии. Естественно, мы видим хороший эффект. Естественно, пациентке продолжена была эта терапия. Но вот в период нахождения в стационаре, несмотря на улучшение всех объективных показателей ее соматического здоровья, у пациентки сохранялись жалобы на перебой в работе сердца, сердцебиение, естественно, страх смерти сохранялся. Она обращала на себя внимание, была эмоционально лоббильна, слезлива. И вот тревожное состояние пациентки сохранялось. И в связи с этим лечащим врачом была назначена консультация психотерапевта. И вот здесь уже пациентку смотрела я, ну и как терапевт, и как психотерапевт. И у нас кафедра полиморбитной патологии, у нас все сотрудники имеют несколько специальностей, и мы занимаемся этой полиморбитной патологией. И вот на момент осмотра данной пациентки, что обращала на себя внимание? Жалобы на сердцебиение, замирание в работе сердца, которое сопровождалось у пациентки страхом о выраженном остановке сердца и смерти. Она была плаксива, сжаловалась на чувства постоянного внутреннего напряжения и мрачных предчувствий, отмечала трудности в засыпании, прерывистый сон с пробуждениями среди ночи. При осмотре пациентка лоббильна, суетлива, напряженное лицо, треммер пальцев, речь быстро, многословно. Она акцентирена на своем здоровье и высказывает такие страхи. Страх инфаркта миокарда, тем более, что у пациентки в анамнезе отец умер от инфаркта миокарда. Что обращала внимание еще? Бледность кожных покровов и при осмотре стойки белый дермографизм, который отражает гиперсимпатику от они у данной пациентки. Безусловно, с учетом жалоб данных осмотра, пациентка была протестирована психометрическими шкалами. Вы видите, это шкала Спилбергера-Ханина для определения уровня ситуационной и личной тревожности. Шкала Бека для тревоги. Показатели, видите, высокие, которые подтверждают наличие тревожного роста у пациентки. Оценивая шкала качества жизни по SF36, мы видим снижение всех показателей. И вот в результате такого комплексного обследования пациентке был выставлен диагноз генерализованное тревожное расстройство. И вот как раз к предыдущему вопросу была назначена противотревожная терапия грандоксина в дозе 50 мг 3 раза в день вкупе с той соматотропной терапией, которую она продолжала. И вот здесь мне сразу хотелось бы сделать акцент у пациентов общесоматического профиля. Уважаемые коллеги, уровень тревожности субклинический выявляется в 76% случаев. То есть это 76% случаев, с которыми наши пациенты обращаются к нам, к врачам первичного звена терапевтического профиля. Все уже имеют эту субклиническую тревогу, которая чем чревато пройдёт время, и это может перейти в развернутое тревожное состояние. А тревога, как уже отметила в своём докладе глубоко уважаемая Ольга Дмитриевна, как хроническое уже расстройство, она развивается на третьей стадии стресса. То есть это стресс-индуцированное состояние. Если в первой стадии это приходящая ситуация, то в третьей стадии она приходит и остаётся, и становится уже дополнительным стрессовым фактором для пациента, запуская вот все те механизмы. Это гиперактивация гипоталамогипофизарно-надпочковой системы с выбросом всех соответствующих гормонов. Это гиперактивация в рамках дисфункции вегетативно-нервной системы, симпатической нервной системы, с выбросом катехоламинов. И всё это влияет на функциональное состояние всех внутренних органов и систем. Поэтому включается весь организм. Но, как отметили и в предыдущем докладе, на этом не заканчивается проблема. То есть включается нервная система, эндокринная система, но и иммунная система. Идёт выброс цитокинов, и развивается воспалительный процесс. А воспалительный фон хронический, уважаемые коллеги, это облигатный фон, как риск для развития сердечно-сосудистой патологии, это риск развития системных воспалительных каких-то заболеваний, это облигатный фон для онкопатологии, как стресс рано или поздно может привести к онкозаболеванию. Поэтому, уважаемые коллеги, вышеперечисленные механизмы, они обуславливают полиморбидность, коморбидность. Почему сосуществуют сердечно-сосудистые заболевания, почему сосуществуют сердечно-сосудистые и психические расстройства в рамках преимущественно пограничных расстройств, потому что срабатывают вот эти общие патогенетические механизмы. Хочу привести результаты крупного и самого, наверное, длительного в истории исследования Фармингемского, которое длилось 36 лет. Вы видите, 5000 наблюдаемых. И вот здесь мы видим, как влияет симпатическая активация, следствием которой является симптом тахикардия, то есть учащение. И мы видим, как повышается частота сердечных сокращений и как возрастают сопряжённо с учащением риски смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от ишемической смерти и от всех причин смерти. То есть это прогноз. Следующий момент. Пожалуйста, вот весь патогенетический механизм повышения нейроэндокринной активности, изменение вариабельности, изменение сосудистого, высокий риск как развития сердечно-сосудистых заболеваний, так и осложнение через ухудшение уже имеющихся. Плюс цитокины, уважаемые коллеги. Это эндотелиальная дисфункция. Это склонность к тромбофилии. Это симуляция перекисного окисления липидов, оксидативный стресс. Всё это, безусловно, является неблагоприятным прогностическим маркёром. Пожалуйста, вот был вопрос. Как же влияет на прогноз? Риски внезапной смерти на фоне тревоги возрастают в 4,5 раза. Генерализованная тревога повышает риск инфаркта в 2 раза. У 40% пациентов с функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта, с чем они обращаются к врачам первичного звена. Это только проявление генерализованной тревоги. Трёхкратно возрастает частота госпитализации. И, кстати, уважаемые коллеги, если говорить про тревожные расстройства, самые частые тревожные расстройства, которые встречаются в общесоматической практике, это генерализованное тревожное расстройство, панические атаки и смешанное расстройство. Вот у данной пациентки почему генерализованное тревожное расстройство? Потому что чаще встречается у женщин, чаще встречается у наших пациентов. Вы видите, до 25% среди всех тревожных расстройств – это генерализованное тревожное расстройство. И что для него характерно? Это беспокойство, опасения по поводу обыденной ситуации. То есть пациент находится в формуле «как страшно жить». Его беспокоит всё, что происходит в его жизни. И помимо вот этого эмоционального состояния, психическими симптомами тревоги является повышенная раздражительность, вот этот гипервигилитет, повышенная бдительность, и особенно на состоянии здоровья, почему они к нам постоянно и обращаются. Про этих пациентов говорят, что это те пациенты, которые выходят в одну дверь из лечебного учреждения, чтобы войти в неё через другую. Это бесконечное хождение по врачам. Помимо этого, соматические симптомы, мышечное напряжение, неспособность расслабиться, повышенный мышечный тонус. Это бесконечные боли. Боли в спине, боли в суставах. Это приём нестороидных противовоспалительных препаратов. Опять же, это влияние на прогноз. Это головные боли. Они приходят либо к нам, либо к неврологам, объясняют головные боли даже пациенты с артериальной гипертензией, связывают их с артериальной гипертензией, но это может быть проявлением тревоги. Головные боли напряжения. Это головные боли мигренозные. Треть пациентов мигренозные боли. А формула такая. Я запускаю себе головную боль, которая заставляет меня закрывать глаза на ту проблему, которую я не хочу видеть. Поэтому нужно оценивать психический статус пациента. И, безусловно, объективно, уважаемые коллеги, это вегетативная дисфункция. То есть гипергидроз, тахикардия, сухость во рту, бесконечные спастические запоры, они могут бесконечно лечиться у гастроэнтерологов, кардиологии, стойкая симптоматика. Вы видите, это месяц, полгода. И, безусловно, мы можем лечить соматическую составляющую, но пациенту от этого лучше не станет. И пациент, к сожалению, естественно, он не врач. Он акцентирован на соматической патологии. Если у него болит сердце, если у него тахикардия, перепады давления, он придёт к кардиологу, к терапевту. И та тревожность, то нарушение внутреннего состояния, напряжение, пациент сам считает совершенно нормальной реакцией на те соматические симптомы, которые у него есть. Но самая-то проблемная, что и врач соматической практики, акцентированный на этом, он не оценит психическое состояние пациента. Был опрос. 87% врачей сказали, мы не интересуемся психическим состоянием пациента. И вот здесь мы уходим от диагностики тревожных расстройств, панические атаки. Если я раньше в соматическом стационаре паническую атаку видела раз в два года, то сейчас фактически каждый пациент молодого возраста, который поступает в кардиологию с гипертоническим кризом, как правило, это проявление панической атаки. Потому что картина – это вегетативный, или, как мы с вами привыкли называть, симпатоатреналовый криз. Который потом вызывает у пациента вот эту антиципационную тревогу, страх ожиданий приступа. То есть тревога запускает симптомы, которые дополнительно ухудшают ту же тревогу. Тревожно-фобические наши пациенты – страх инвалидизации, повторных госпитализаций, инфаркта, инсульта. Поэтому, уважаемые коллеги, нужно обращать на это внимание. На что мы обращаем внимание? Приходит к нам пациент, посмотрите на него. Беспокойный пациент, напряженное лицо, постоянно теребит руками, тремор пальцев, частые глотательные движения, глубокие вдохи. Что ещё? Вот те фразы, он говорит, я раздражён, я в напряжении, я боюсь, мне грустно. Многословный, суетливый, говорит от печки, нам некогда, а он всё своё. Дело в том, что пока он всё не выскажет, он нас не услышит. Я понимаю, что мы работаем в условиях ограниченного времени, но, уважаемые коллеги, как говорится, да, и вновь продолжается бой. Тахикардия, экстрасистолия, кардиология, проводим диагноз с ангенозной болью, это длительная кардиология, без чёткой связи с физической нагрузкой, неснимаемые нитратами. Естественно, это всё проявление вегетативной дисфункции. Нарушение ритма, уважаемые коллеги, 25% пациентов, с аритмией не имеют органических нарушений. Помните, пожалуйста, об этом. Причём, когда усиливаются приступы сердцебиения? Преимущественно по утрам, когда у пациента тревога, когда день не сулит ничего хорошего, или по пути на работу. Почему многие эксцессы случаются по пути на работу, в метро? Потому что за этим стоит тревога. И самое интересное, что когда даже вот эти компенсаторные паузы вызывают у них усиление тревоги, поэтому, уважаемые коллеги, наша с вами задача своевременно обратить внимание на этих пациентов, помнить, что любая сердечно-сосудистая патология может иметь коморбидную тревогу или депрессию. И вот наши исследования, 70% с артериальной гипертензией – это пациенты с тревогой. Это более высокие цифры, склонность к кризам, ночные подъёмы или недостаточное снижение, склонность к тахикардии, нарушение сна, безусловно, которые повышают риски депрессии четырёхкратно и ухудшают течение соматического заболевания. Поэтому, уважаемые коллеги, обращаем внимание. Уже Ольга Дмитриевна это озвучила. Я не буду здесь останавливаться. Пожалуйста, есть все возможности использовать, они в доступе. И опять же, мы, если выявили тревогу, тревожное расстройство, назначаем лечение. Имеют ли врачи первичного звена, терапевты, врачи общей практики, назначать, диагностировать и назначать? Да, мы имеем право ставить диагноз в виде синдрома, тревожный расстройств, например, или тревожно-депрессивный синдром, и лечить лёгкой степенью тяжести. У нас есть на то юридическое право. И выбираем препараты первого ряда. И в частности, это противотревожные препараты с бензодиазепиновых. Это атипичный бензодиазепиновый препарат грандоксин, который был назначен этой пациентке, на фоне лечения которым прошли ощущение сердцебиения, чувство страха смерти, вот это внутреннее напряжение, нормализовался сон. Вот к вопросу, она получала бета-блокаторы, ушла тахикардия, но вот эти симптомы не ушли, потому что за тахикардии часто тревожные пациенты обозначают жалобу, что они слышат работу стук собственного сердца. Это не истинная тахикардия, и здесь нужно дифференцировать. Почему выбор в сторону грандоксина или тахизопама? Потому что к нему не развивается зависимость, нет седации, мерия локсации, нет повышения рисков падений, нет дневной токсичности, нет зависимости. Поэтому, уважаемые коллеги, вот такой пример лечения соматической полиморбидной пациентки. И закончу словами Фрейда. Да, у нас сегодня тревоги много, фактически каждый третий житель земного шара по статистике страдает тревожными расстройствами. У нас есть все возможности её выявлять при желании и успешно лечить наших пациентов. Спасибо. Спасибо большое. Очень яркий клинический пример. Вам поступило довольно много вопросов, если можно. Вопрос звучит первый. Как вы это отразили в диагнозе? Как вы закодировали её состояние в диагнозе? Отвечу. Врачи, терапевты, врачи общей практики первичного звена имеют право не шифровать. У нас первым идёт диагноз соматический, гипертоническая болезнь или нарушение ритма. А далее мы имеем право ставить синдромальный диагноз. Например, как у вас было интересно? Например, генерализованное тревожное расстройство. Я как психотерапевт профессиональным могу поставить шифр. Если терапевт, можно описать тревожное расстройство и не шифровать. Тревожно-депрессивный синдром. И это будет основание для назначения препарата. Да, лёгкой степени имеет право. Средняя степень тяжелая, назначают консультацию психотерапевта или психотерапевта. Ну вот мы вернули к тому вопросу, с чего начинали. Как он оценит? Это лёгкое, это среднее? Пожалуйста, вот эти шкалы психометрические, они есть в доступе. Это субъективно. Ближе к реальной жизни. Ну где за 12 минут он это применит? Ну ближе к реальной жизни. Что мы можем предложить? Пожалуйста, вот есть два вопроса скрининговых. Это пички. Пожалуйста. Это стандартизованные вопросы. На два вопроса он ответил положительный. Да, это значит вероятность, чувствительность там 97%. Это вероятность чего? Если два вопроса на тревогу, значит, это тревога. Какая степень? Это высокая степень? Нет. Без психометрических шкал, без больной оценки не оценки. Извините, что я вас перебиваю, но в реальной жизни это невозможно. В стационаре возможно. Тогда как быть? Может быть, он его отправит сразу на консультацию к психотерапевту? Пожалуйста, если пациент, пусть обозначит и пойдёт. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с такой проблемой, что не все пациенты согласны. А если будет агровация не со стороны пациента, а доктор переоценит в сторону большей степени, это ухудшит как-то прогноз пациента? Ну, он не может сказать, какая-то лёгкая, средняя. Ухудшит в каком плане? Если назначит лечение? Да, он назначит лечение в этой ситуации. Вы знаете, я не думаю, что будут ухудшения, потому что, во-первых, все мы живём в условиях повышенной сплотности стрессовой ситуации, и я думаю, что в той или иной степени уровень тревожности испытываем все мы. Хорошо, он назначил это лечение. И вот эти препараты первого ряда, они разрешены в терапевтической практике. У них высокий профиль безопасности, поэтому навряд ли мы получим ухудшение. Отлично, он назначил. Скажите, через сколько он должен ждать эффекта? Противотревожно они работают быстро. Всё-таки быстро это сколько? Нет, уже ко второму-третьему днём мы ждём эффект. Значит, через неделю пациент должен прийти, и если он не увидал эффекта, что он сделает? Здесь вопрос либо дозировки, во-первых, принимал пациент или нет. Принимал, принимал. Вопрос дозировки, если вообще нет эффекта, можно попробовать поменять терапию. Терапевту поменять терапию, он его отправит. И вот возникает вопрос, который вам задан. Какова логистика движения пациента дальше? Терапевт не видит эффекта, а что делать дальше? Кому он его направит? Он в поликлинике, кому он его направит? Он может направить к психотерапевту. Знаете, сокрыт в кабинет психотерапевта. Тогда можно направить к неврологу. К неврологу. Можно направить к неврологу. В районной поликлинике неврологу направляет. То есть, да, хорошо, понятная ситуация. Есть эффект. Сколько он будет продолжать лечение? По стиханию клинической симптоматики или намного дольше? Если мы говорим про противолечение тревоги, то, естественно, как минимум, он две недели в месяц лечит. Далее, если полностью всё прошло, в принципе, можно отменить. Но опять же, если была оценка, и мы говорим о более тяжёлой ситуации, то может потребоваться и дольше времени. Два месяца может быть. Некоторые препараты тот же адаптол. Три месяца терапии. Первое. Купирование симптомов. У вас есть такие пациенты? Да. Ваше наблюдение. Такой долгий эффект приема. Три месяца, конечно. Скажите, за этот период вы, как терапевт, куда-то их отправляли на дополнительную консультацию? Или вы считали, что этого не нужно, потому что вы контролируете ситуацию? Я не отправляла. Ну, хорошо. Вы высококлассный специалист. Что вы посоветуете терапевту? Два месяца пьёт, три месяца пьёт. Ну, вроде бы есть положительная динамика. Дальше продолжать? Кто примет решение о том, что отменить терапию? Терапевт? Или он кому-то отправит? Я так понимаю, что если терапевту некому отправлять, то придётся ему принимать решение. Ну, есть кому отправить. Он должен отправить. Мы говорим о показаниях. Если терапевт начал лечить, но не получил эффект или нет должного эффекта, конечно, нужно отправить дальше. Хорошо. Он получил эффект. Сколько он должен продолжать эту терапию? Получил эффект, отменил? Да. Получил эффект. Вот он месяц, если пролечил, получил эффект, можно отменить. Хорошо, спасибо. И ко всем вопрос. Доктор задаёт такой вопрос. Имеет ли какое-то значение, сколько до визита продолжалось состояние тревоги? Месяц, полгода, год. Если да, то как это должно отразиться в лечении? Если мы говорим о тревожном расстройстве, это стойкое состояние. Состояние. Значит, это мы видели, да, это минимум месяц, но в среднем мы говорим полгода, да, а стойком тревожном расстройстве полгода. Нет, вопрос о другом звучит. У одного шесть месяцев, у второго месяц, у третьего год это тревожное состояние, наконец он пришёл к терапевту. Как-то это изменит характер лечения или нет? Может быть, это разные клинические исходные состояния? Может быть, это вообще разная патология? Или это нет? Это всё в компетенции терапевта. Но вот в течение месяца, да, здесь ещё надо дифференцировать. С чем? Почему у него? У него может быть реактивно, ситуационно, и это может быть адекватно. Допустим, он переживает горе. Это может быть переживанием горе. То есть собираем анамнность, выясняем причину. Да, но нетревожным расстройством. Представим себе три месяца у человека вот такое тревожное состояние. Это всё ещё компетенция терапевта? Или он сразу говорит, нет, это не моё, я сразу вас отправляю на консультацию. Можно я всех попрошу включиться? Может, вопрос ко всем экспертам? Ну, пожалуйста, кто-то... Здесь можно, опять же, если терапевт видит проблему и может направить, пусть направит. Если есть кому направить, пусть направит. Но это можно сказать, что нет. Это та ситуация, когда ты некомпетентен. И ты терапевт, лечи своё, а это ты отправь к узкому специалисту. Так можно сказать? Нет. Нет, нельзя. А ваша точка зрения? А если это острая какая-то психологическая ситуация, на которую человек реагирует, но две недели назад, неделю у него что-то случилось. Три месяца. У него три месяца такое состояние. Нет, нет, я просто... Есть большая разница, да? Вот этот первый эпизод реактивный, он тоже может вызвать повышение артериального давления, нарушение работы сердца. Но в этом случае надо человеку позволить помочь пережить вот этот стрессовый эпизод. Вот здесь могут быть успокоительные капельки, какие-то препараты, тот же самый, это физопам. Здесь выбор достаточно большой, тут можно позволить человеку успокоиться. То есть срок, сколько он был тревожным? Две недели. Ну вот если это две недели, какой-то психотравмирующий эпизод. Если эта ситуация длится больше трёх месяцев, мы уже говорим о тревожном расстройстве. И в этом случае любые вегетативные проявления тревожного расстройства нужно лечить так, как мы лечим тревожное расстройство. Для этого нужны препараты, которые используются в лечении тревожного расстройства. Ольга Дмитриевна, вы согласны с этим? Согласна, абсолютно. Абсолютно, да? То есть хорошо, спасибо большое. Ещё один вопрос, который требует ответа, поскольку его задают довольно часто. Он трижды прозвучал в разной трактовке. Как оценить эффект? Только по стиханию симптомов? Ну вообще грамотно оцениваем, конечно. Мы же не можем по-другому объективизировать ситуацию, кроме как применение вот этих психометрических шкал. Плюс, конечно, купирование вот этой вегетативной... Извините, что я вас перебиваю, но у нас дефицит времени, хочется получить конкретный ответ. То есть как это получается? Клиника должна быть. Ну клиника вроде стихает. Вроде меньше потливости, меньше болей, всё стало поспокойнее. Это эффект. Нам кажется положительным. А как его измерить? Ну измерить можно только с помощью психометрических шкал. Больше не так. Терапевт компетентен это сделать? Абсолютно. Эти шкалы очень просты в использовании. Да, это субъективные шкалы, они не требуют подготовки ни со стороны пациента, ни со стороны врача. На это уходит 3-2 минуты. Вы видели это в реальной жизни? Да. Это другой вопрос, что если мы говорим... Если вопрос встаёт так, что мы должны оценить и объективизировать, то по-другому объективизировать невозможно. И шкалы эти занимают не столь уж много времени. Если мы ставим вопрос по-другому, что у нас реально нет времени на использование этих шкал, как, знаете, Григорий Павлович, очень часто спрашиваю, а вы измеряете окружность талии у пациента? Да, говорит, на глазок. Вот примерно так же я сейчас отвечу и на этот вопрос. Если вы хотите объективизировать эффект психотропного препарата, придётся давать шкалы. Если по-другому действует времени, то на глазок. Стихли вроде симптомы, больной доволен, курс лечения выберет, начни изменить. Ваше мнение, вот ваше обсуждение. Симптомы стихли. Терапевт может отменить препарат? Всё, он отменил. Григорий Павлович. Курс указан в инструкции. Я же всегда говорю, смотрите инструкцию. Да, вот примерный курс лечения препаратом указан. Есть ещё, вот я в своём докладе представляла QR-коды, есть нейросканер. Это мобильное приложение, которое очень быстро, прямо на экране, пациент, это полминуты быстро ответил, система сама всё интерпретирует, и врачу выдаёт ответ. Это очень ценно, то, что вы отметили. И даёт интерпретацию. На это уходит. Вот я это применяю в работе, да, очень быстро. Врачу не надо ничего считать. Всё, у него есть ответ. Спасибо, что вы сказали об этом. Это реальная подспыль. Да, пожалуйста. Ваша точка зрения на обсуждаемый вопрос. Да, как раз мы и обсуждали, что есть два скрининговых вопроса. Врач их может задать на выявление группы риска, и если они получают положительный ответ, пациенту даётся невросканер, или врач его сам заполняет, на это тратится полминуты, получается реальный цифровой ответ, от которого можно отталкиваться, которому можно предъявить пациенту, обозначая наличие у него тревожного расстройства и проблемы. И оценивать динамику. Мне кажется, вот такой алгоритм позволит максимально... Доктор задаёт вопрос. Пациентке 29 лет. Она вообще что, страдает истерической психопатией? Да, нет? Ну да. Да. Почему вы думаете, что именно невроз тревоги, а не, например, ипохондрический бред? Я имею в виду, что она сама кардиозаболеванием не болела, а только лишь её родственники. А ипохондрия – это тоже, ну это по сути и есть такое расстройство личности с гиперакцентуацией на собственное здоровье. Но только ипохондрия – это то, что ставит врач, а психосоматика – это то, с чем сталкиваются врачи-терапевты. Явно здесь тот специалист, который задаёт вопрос, он не терапевт, это, скорее всего, профильный специалист. Мы говорим о терапии. Да, скорее всего, у неё есть ипохондрия. Это то, что ей поставит соответствующий специалист. Мне хотелось обозначить для терапевта те шаги, которые он может предпринять, чтобы отправить пациента к профильному специалисту. Хорошо, спасибо большое. И несколько вопросов. Вот соматизированные симптомы тревоги. Как вы полагаете, как специалист, это что? Это дебют большого заболевания? Это предболезнь, то, что раньше? Или это то, что лет 40 тому назад называли вегетисосудистой дистонии? По-разному бывает. Иногда это является фактором риска и основой развития дальнейшей соматической патологии реальной, потому что любая симпатика... Значит, это был дебют болезнь, если дальше будет развиваться? Это скорее фактор риска, как мне кажется. Он может быть фактором риска. Он может влиять на течение, а может просто вот так имитировать соматическую патологию, не имея прямой реальной соматической патологии, как, например, у этой пациентки. Очень много жалоб было чисто функциональных, без явной органической природы. Лилия Заревна, ваша точка зрения. Ну вот есть исследование, которое говорит, что присутствие тревоги в течение 8 лет, хроническое, может быть самостоятельной причиной развития стойко-артериальной гипертензии. Но всё-таки это предболезнь, это фактор риска. Что делать терапевту? Если тревожное расстройство, да, но это уже нездоровое состояние в любом случае, его нужно выявлять и лечить, не относиться к этому просто как вот к сопутствующему состоянию пациента. Вы знаете, был такой, я, к сожалению, забыл его отчество, мне очень стыдно. Академик Патонатом Саркисов, у него была изумительная книга. Она называлась «К вопросу о функциональных нарушениях органов». Вот он написал, что при вегетативном неврозе, вот то, что мы сейчас говорим, вегетососудистая дистанция, пусть термин поменялся, чёрт с ним, то там уже существует функциональное нарушение органов. Конечно, безусловно. Но раз так, то это дебют болезни. Ну, я бы это назвала, наверное, больше пограничным состоянием, да, в плане соматическом, если не страдать ещё чем-то. А если функциональные расстройства, то значит, они по крайней мере обратимы, если нет органического повреждения. И весь вопрос, как дальше будут развиваться это дисфункциональные нарушения. Нет органического, потому что мы не можем выявить, и у нас нет таких тонких методов. Если человеку дали возможность разрешить эти функциональные расстройства, они обратимы. То есть человек может вернуться в норму, если он, например, полечит тот источник, который вызывает дисфункциональные нарушения. Но если нарушение функции существует достаточно долго, оно неизбежно приведёт к органике. То есть в условиях нелеченных тревожных расстройств... Понятно. Ольга Дмитриевна, ваше решающее мнение. Сложный вопрос. Я думаю, что может быть и так, и так, конечно. Что это может быть фактором, условно, предболезни. Но, на мой взгляд, здесь очень важно то, что они обратимы. Какие-то теоретические споры, они, конечно, важны, но, на мой взгляд, здесь лучше выявить эти нарушения и их скорректировать. Ну вот это как... Не знаю, у меня какой-то почему-то другой пример приходит. Вот, видимо, я много про воспаление говорила. Но вот как раньше, да. Острое, острое, острое какое-то. Потом заболевание хронизируется. Да, каждый острый эпизод тревоги, да, безусловно, приводит к каким-то, как вы совершенно справедливо сказали, может быть, микроизменениям. Если под электронным микроскопом, то мы с вами посмотрим, выяснится, что там есть органические изменения. Да, и вот беспрерывные вот эти острые повреждения, да, в конечном итоге приведут уже действительно к тем органическим проявлениям, которые мы видим. Я вообще очень философски отношусь к этому вопросу. Вот, извините, коллеги, можете вы меня поправьте. Я вообще не понимаю, как может быть нарушение функции, если нет нарушения структуры. Как это? Сама рука зашевелилась. Нет, вот с Аркисов к этому и приходит, что нарушение функции уже подразумевает нарушение. Мне кажется, что сначала должна быть нарушена какая-то структура. Другое дело, что это микроструктура. Но мы вместе с академиком ушли в философию. Ну, внимательно всё равно. Но на самом деле это сложные вопросы. Вот, и мне это уже часто задают вопрос. Это там причина там или это уже коморбидность? Возможно причина, возможно коморбидность. Но вот эта философия, что первично курица или яйцо, самое главное, что вот сейчас есть, условно говоря. Самое главное, что это есть. Вот артериальная гипертензия и есть сочетанное тревожное расстройство, верифицированное соответствующими диагностическими критериями. Выявил тревогу и занимался. И всё, да. И надо лечить все заболевания, которые есть у больного. Просто нам непривычно, что оно не соматическое, а психическое. Знаете, вот обращаются ко всем экспертам сразу и очень просят, если можно, кратко ответить на этот вопрос. Если всё то, что вы говорите, так значимо, почему возникает тревога у абсолютно здоровых людей? Значит, есть какой-то субстрат? Почему возникает тревога? Ситуация... Стресс, да. Ну, 30 человек попали в одинаковую ситуацию. У 10 развилось тревожное состояние, а у 20 нет. А здесь всё зависит ещё и от особенностей, потому что нет единого абсолютного стрессора, фактора, который может запустить стресс. Потому что для одного этот фактор будет очень значимым, и у него запустится другой просто не заметит. Значит, это его исходные какие-то особенности, которые вы, может быть, выявляете своими шкалами. Да, примерно так. Если можно, у нас краткие вопросы, если можно... Да, пожалуйста, гроссмейстеры, отвечайте, пожалуйста, как в том анекдоте. Быстро, едва и четыре. Пожалуйста. Речь идёт о ковиде. Огромное количество больных, которые пережили ковид. Тревожный синдром был, он остался? Это первая часть этого вопроса. Если вы видите больного с ковидом, у которого, как вы полагаете, остался тревожный синдром, как должно... Перемешивая ковид, да? Перемешивая ковидом. Да, да, да. Как должна меняться? Сегодня, сегодня, как должна меняться терапия? Если можно, очень кратко ответы на этот вопрос. Ну, во-первых, ковид, он вызвал не только тревогу, да, но вот этот посттравматический стрессовый синдром, и мы ещё из него не вышли, потому что объявили только о конце пандемии. Но когда даже заканчивается стресс, нужно минимум полгода, когда он полностью проходит, чтобы человек восстановился и ещё ощутил социальные последствия. Поэтому всё не закончилось. Надо менять терапию, усиливать. Старковая доза кромдоксина должна быть больше. Нет, но тут всё стандартно. То же самое. Лечение стандартное, не бывает. Стандартное, не бывает. Да. А продолжительность лечения тоже стандартная? Мы же лечим состояние, а здесь... Вот оно будет затягиваться или нет? Нет, это не связано. Это не типично, это не свойственно. Да, это не связано. Ваша точка зрения такая же? А, да, такая же. Ольга Дмитриевна, рассудите. Такая же. Такая же. Хорошо. Ты всё согласна. Хорошо. Выслушайте, пожалуйста, его. Вам обращаются персональные. Леонид Генин. Вы сказали, что антидепрессанты – это некомпетенция терапевта. Пусть пациент получил антидепрессанты, но вернётся на этих препаратах к терапевту. Что должно поменяться в контроле этого пациента со стороны терапевта? Ничего. Хорошо, спасибо. Краткий ответ ясно. Хорошо. И если можно, мы переходим таким, знаете, довольно сложным, потому что они поступили от коллективов. Поэтому я вас очень попрошу, если можно, кратко, но как бы не уходя, не уходить в сторону от этих вопросов. Вот, посмотрите, задают несколько таких вопросов. Тревожное состояние, болевой синдром. Есть ли особенности у этого болевого синдрома? Авторы приводят такое пояснение. Например, есть особенности боли при перикардите и инфаркте миокарда. А есть особенности боли при тревожном синдроме? Многочасовая, я не знаю, вам виднее, как экспертов. Можете сказать кратко, какие особенности боли в описании болей? Ну, как правило, это хронические боли, боли напряжения, мышечные, суставные. И они недостаточно эффективно и на длительное время оккупируются нестероидными противовоспалительными препаратами, например. Снижается их эффективность. То есть это многочасовые боли? Да, как правило. Это многочасовые и это полилокальные боли, да? Да, мигрирующие боли могут быть, мигрирующие. Тоже характерно. Хорошо. Но это многочасовые ваши? Это вопрос про кардиальную боли. Ну, почему? Болит спина, например, она много часов болит. Просто здесь тоже надо понимать, что тревога может вызывать мышечно-тонический синдром просто, опять-таки, как часть симпатикотонии. Поэтому тревога может вызвать стандартный, например, болевой вертеброгенный синдром, да, когда у человека начинают реально болеть мышцы вдоль спины. И, по сути, этот болевой синдром может не отличаться от такового в рамках миозитов, да, или того, что человек просто потянул спину. Здесь только настороженность в плане тревоги, и если боль беспокоит постоянно, человек пьёт обезболивающее, да, пьёт миорелаксанты и лечится стандартно свой болевой синдром, той схемой, которую используют для лечения болевых синдромов, а это не помогает, боль постоянно рецидивирует. В этом случае имеет смысл рассмотреть важную роль тревога. Как ещё в рамках диагноза? Да, дополнительно. В рамках только диагноза. Она может не отличаться, а вот с кардиальной болью, ну, здесь, мне кажется, если это истинная кардиальная боль, пациенты с тревогой не описывают кардиальную боль, они описывают чувство давления, какой-то некомфорт, стеснение за грудиной, это немножко неандиально. Извините, но, как кардиолог, хочу вам сказать, что именно такие боли описывают в рамках АНОКО-синдрома, это ишемия или боли ангенозная у женщин в лимкотерическом периоде, и именно вот такое поверхностное отношение. Это, к сожалению, увеличивает смерть. Нет, я говорю, я не кардиолог, я имею в виду, что вот, ну, они достаточно своеобразно описывают. Ну, именно поэтому мы и начинаем всегда, то есть это диагноз исключения. Исключение, вот это очень важно, почетно. Обязательно, какие бы боли не были, да, надо сначала исключить ИБС, ну, если мы говорим о болях в грудной клетке, даже ещё шире возьму, да, потому что это социально значимое. Это метод, это проблемы с личностью. Но никто не мешает, ещё запутаю коллективы врачей, никто же не мешает иметь и обычную ангенальную боль, и тревогу. Хорошо. Второй вопрос. Это напряжение. Вот больной, как он говорит нам, знаете, я не могу расслабиться, я всё время напряжён, я там как струна и так далее. Это его оценка. А как объективизировать эту жалобу? Не надо на меня так смотреть, просто скажите, как объективизировать эту жалобу. Сейчас вызвали у всех напряжение. Ну, как объективизировать? Правда, ну, представьте себе, вот я терапевт на приём, мне говорят, я как струна напряжён. А зачем её объективизировать? Мне кажется, должна быть полная оценка, нельзя по одной жалобе. Ну, вот вы только что слушали про 29-летнюю, она нам тоже рассказывает, как у неё всё плохо. Может быть, и здесь я вижу то же самое. Есть объективизация? Или в этом вы, как специалисты, считаете, нет никакой нужды? Мне кажется, нельзя один симптом только выдёргивать, надо в целом оценивать состояние. Ну, вот конкретный симптом, боль можно объективизировать, время, интенсивность, нарастать. Я вам сейчас объективизирую, Григорий Павлович, что напряжён дать шкалу, визуально-аналоговую шкалу. От нуля до ста и попросить, отметьте, насколько вы напряжены. Я вас уверяю, что отметит 10, скажет, что я безумно напряжён. Ну, хорошо. Но напряжение – это же не единственный симптом, по которому оценивается тревожное расстройство. Если напряжение комбинируется с другими симптомами, мы говорили, это всё в вегетативную какую-то диспункцию. То есть не может быть одного симптома, надо обязательно находить комплекс симптомов. Да, хорошо. И третий вопрос из этой оперы. Звучит так. Да, тревога – это постоянные мысли. Они у меня крутятся в голове, они крутятся в моём будущем, я его вижу в чёрном свете. Я тревожен, я могу, вот как эта девушка, да, я могу умереть там и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, это довольно трудно для терапевта. Как упростить эту ситуацию? Ну вот он собирает анамнез и слышит. Я только и думаю, что я завтра умру, поеду на работу и умру. Вот что сделать в этой ситуации? Это сразу, мгновенно меняет ситуацию, это очень тревожная ситуация. Или терапевту надо как-то... Ну как он запишет это в историю болезни? Ну что он напишет? Больной чрезвычайно, чрезмерно тревожен. Объективизируйте. Ну, объективизировать мы уже обсуждали, какие есть возможности. Но когда терапевт описывает состояние, и опять же со мной согласятся, я думаю, он описывает помимо жалов всего, за это вот насчет умру, да, обязательно спрашивает. Суицидальные мысли надо спросить обязательно. Вот это нужно четко подчеркнуть. Да вы не прозвучало в докладах, спасибо, что вы сейчас сказали. Вот, я сейчас просто возвращаюсь. Уважаемые коллеги, когда мы пишем, даже синдром, мы должны указать в амбулаторной карте или в истории, что на момент осмотра суицидальных мыслей не высказывают. Если высказывают сразу к психиатру, это вот как раз красные флажки. И, кстати, когда наши пациенты говорят, я так устал от болезни, моим родственникам было бы лучше, если бы я уже умер. Это уже такие мысли, несущие суицидально. Что я должен сделать в этой ситуации? К психиатру. Да. У меня есть основания отправить к психиатру. Ну, все-таки да. Вы знаете, даже должны, потому что, если, не дай бог, произойдет эпизод суицида, может быть виноват как раз лечащий доктор. Хорошо. Поэтому вот это такая фраза. Ну, такая классическая. Вот на момент осмотра нет. Возможно, они возникли сразу после. Хорошо. То есть, ну, хорошо. Вот все-таки доктор, который задавал этот вопрос, он просил, чтобы эксперты обсудили вопрос. Это что, нарушение мыслительного процесса у этого пациента? Его компетенция давно кончилась? Это компетенция психиатра? Вот как терапевта вести? Ну, вот представьте себе, он сидит и говорит, все, на работу поеду, умру, все плохо, но суицидально, подумал об этом. Ну, скорее здесь идет не только о тревоге, может, пациента депрессия. Может быть, депрессия. Стащи пограничных депрессий до психического уровня очень много. Синдром может поставить. Или сразу все-таки направлять. Все-таки в этой ситуации. Он может поставить синдром, да, и направить. И направить. Ольга Дмитриевна, рассудите. Вы считаете, что... Нет, я вот еще раз возвращаюсь, что если, не дай бог, подозрение на суетальные мысли, то обязательно, да. А так, ну, я то же самое повторю, что никто не мешает ему поставить синдром и направить к психиатру. Дойдет пациент до психиатра или нет, это тоже еще большой вопрос. Можно направить к психиатру? Жалобу не получите через две минуты. Он меня принял за сумасшедшего, вот и посылает. Они так будут говорить в любом случае больше. Ну, они будут писать, нам легко здесь рассуждать. А жалоба будет в том кабинете. Здесь очень важно, как врач-терапевт обосновал направление. Если описывать жалобы, мысли о смерти, пониженный фон настроения. Хорошо. Что это вот то, почему нет. Лучше здесь как раз-то перевдеть, чем недооценить ситуацию. Хорошо. Спасибо большое. У нас есть еще один очень тяжелый вопрос. Поскольку я написал, по всей видимости, коллектив, где работает психолог или, возможно, психиатр, я все-таки, с вашего позволения, его прочту, потому что я довольно сложно. Вопрос начинается довольно просто. Как отличить физиологическую от патологической тревоги? Мы обсуждали этот вопрос после вашей передачи в коллективе на работе. И вспомнили про четкие критерии, которые упираются в нарушение двух и более сфер жизни. Работа, личная жизнь, социальная жизнь, увлечение. Если нет нарушения в двух сферах, я прошу вас это прокомментировать, нет нарушения в двух сферах, то как нам вести себя в этой ситуации? Лечить или не лечить? А если лечить, то где? Это мне, да, вопрос? Наверное, вам. Очень сложный вопрос. Я еще раз повторюсь, и мы обсуждали это на первой передаче. Мне кажется, очень важно это еще раз проговорить. Никто здесь и сегодня ни в одном докладе не прозвучало, что мы призываем терапевтов ставить тревожное расстройство. Вот сейчас то, что приводит коллектив авторов вопроса, они говорят о диагностике первичного тревожного расстройства. Ни невролог, ни терапевт, ни кардиолог не будет диагностировать первично тревожное расстройство. Мы говорим о том, что пациент к терапевту-кардиологу приходит с кардиологической, терапевтической, неврологической проблемой, которая может возникнуть на фоне тревоги. И нарушение сфер жизни – это критерий диагностики тревожного расстройства. А мы говорим о том, что если человек испытывает избыточную тревожность, это может влиять на соматические проявления. В этом случае мы выставляем тревожный синдром, тревожно-депрессивный синдром, остеоневротический синдром, какой угодно синдром в рамках соматического, неврологического, кардиологического заболевания, с которым пациент пришел к терапевту. В этом случае нам не важно, какое количество сфер жизни эта тревога нарушила, нам важно, что она нарушила соматическое благополучие пациента и может влиять на течение соматического заболевания. И в этом случае мы лечим тревожный синдром, чтобы улучшить прогноз по течению соматического заболевания. И нам в этом случае будет абсолютно не важно, какое количество сфер жизни тревога сама по себе у этого человека нарушена. Если она нарушает две сферы жизни, пожалуйста, welcome к психотерапевту, но не к терапевту. Если можно, всем экспертам вопрос, это опасные сочетания препаратов. Ну, например, с антикогулянтами. Например, у больных с нарушениями ритма. Можно ли высказаться очень кратко по этому поводу? Ну, такая опасность есть. В каком ключе, если назначается ряд антидепрессатов, которые в своей фармакокинетике используют цитохромы. И тогда, ну, обычно это препараты, которые назначает психиатр. Но если врач соматической практики наблюдает, то здесь, да, должен быть контроль. Потому что риски кровотечения могут возрастить. То есть, давайте скажем, и антагонисты витамина К, и прямые оральные антикогонисты увеличивают свою концентрацию, что могут привести к кровотечению. Да, об этом нужно помнить. Но только это не относится к грандоксинам. Нет, я же сказала, это антидепрессанты, и то не все. И то не все. Хорошо. И второй вопрос, это гораздо страшнее, вопрос про интервал КУТЭ, который может удлиняться. Можно высказаться? Опять же, интервал КУТЭ может удлиняться, но часто, чаще это бывает при назначении трициклических антидепрессантов. Но это антидепрессант второго ряда, который разрешен в терапевтической практике, но назначает психиатр. Терапевт должен наблюдать за ЭКГ. Вот об этом и был вопрос. То есть, придет на этих препаратах. Что должен сделать терапевт? Терапевт должен наблюдать. Есть антикогулянты? Есть нарушение ритма? Абсолютно верно. И давайте вспомним еще один момент. Это мышечная слабость, риски падения. Да, риски падения. Но это те препараты, которые обладают седацией, повышают. И еще нужно помнить, что, опять же, в плане антидепрессантов, из второго ряда, самый частый, это амитрептилин, который в терапевтической практике. Абсолютное противопоказание. Глаукома врачи должны знать, потому что не все психиатры могут это помнить. Абсолютное противопоказание аденово-престательное железо у мужчины. Абсолютное. Видите, очень хорошо, что мы ответили на этот вопрос. Если можно, краткий вопрос вам персонально. Скажите, пожалуйста, при синдроме фантомной боли грандоксин, да, нет? Нет. Нет. Хорошо. Очень длинный вопрос, профессионально написанный. Позвольте мне его только прочесть. В рекомендациях, в том числе российских, в качестве терапии первой линии тревожных расстройств показаны СИОЗ. Не лучше ли предпочесть... Обратно в захват сиротонином. Да. Не лучше ли предпочесть антидепрессанты и в случае лечения тревоги у кардиологических пациентов, а при необходимости назначения бензодиазепинов выбрать более проверенные, например, лоразепам, оксазепам. Да, можно я отвечу? Если можно, да. Ну, как терапевт, да. Да. Да, действительно, они идут, антидепрессанты, точно подтверждая препаратами первого ряда, но мы опять же говорим о помощи, да, при синдроме, то есть нам надо быстро улучшить состояние, эффект антидепрессантов наступает минимум через две недели, да, это во-первых. Во-вторых, у антидепрессантов есть антидепрессивный эффект, да, поэтому нашим пациентам, я не говорю про пациентов, которые страдают первично тревожными расстройствами или там тревожно-депрессивными, у наших пациентов бывает вполне достаточно выбрать атипичный транквилизатор, допустим, тот же тофизопам, или выбрать другие противотревожные, не ступая на территорию антидепрессантов. Ну, уже решили, что антидепрессанты – это не компетенция терапевта. Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как бы вы посоветовали терапевту собирать анамнез? Вот какие-то простые вопросы. Ну, мы же дали два вопроса. И этого достаточно? Да, это скринговый принятый вопрос. Можно их повторить, завершая? Два простых вопроса. Ну, есть два вопроса на тревогу, да. На тревогу вполне достаточно. На депрессию, да. Ну, давайте два вопроса на тревогу. Какие? Испытываете ли вы тревожные переживания? Последние четыре недели. Четыре недели. То есть временной срок введён. Четыре недели, да. Мне кажется, главный скрининговый вопрос, ну и плюс, как мы обсуждали, очень важный вопрос – это нарушение сна, которое очень часто и сопутствует. Это трудности засыпания и частые ночные пробуждения. По крайней мере, вот эти нюансы позволят не пропустить. Или слишком рано просыпаются и повторно уже не засыпают. Прежде чем мы будем подходить к концу, я хочу сказать, что вы таки сегодня побили рекорд. Сегодня у нас 37 вопросов, на которые вы ответили. Это очень приятный рекорд пока. Поэтому я хочу вас попросить, уважаемые эксперты, во-первых, поблагодарить вас за блестящий уровень знаний, профессионализм и те акценты, которые вы расставили. Хотели бы вы сказать кратко, обращаясь к нашей любимой аудитории терапевтов, что бы вы им пожелали сейчас, кроме здоровья, это само собой, конкретно профессионально по теме нашей сегодняшней встречи? Ну, наверное, выявлять тревожное состояние. Ну, во-первых, выявлять тревожное состояние, я больше скажу, мы сами, врачи, находимся в зоне риска по развитию тревожно-депрессивных расстройств. Потому что высокая ответственность, эффект постоянного присутствия на работе, даже когда мы не на работе, наши пациенты в нашей голове. Поэтому первое, что могу сказать, обратиться к врачам и сказать, очень важно, чтобы мы сами были здоровы. Поэтому желаю всем здоровья и удовлетворения. Ольга Дмитриевна. Ольга Дмитриевна. Могу только присоединиться. Жизни без тревоги, в покое, в комфорте. Очень, конечно, хотим, чтобы нашим терапевтам было полегче. Я могу сказать, что самым лучшим способом избавиться от тревоги – это настроить вектор восприятия на что-то новое. Поэтому я хочу поблагодарить тех слушателей, которые к нам присоединились и так активно поучаствовали в дискуссии, задали столько вопросов. Потому что это не просто путь получения новых знаний, это еще и способ избавления от тревоги. Потому что настрой на восприятие какой-то любой информации, которая не несет угрозы, я надеюсь, что наш разговор никому не причинил и не нес угрозы. Это очень хорошо. Поэтому я всем желаю поменьше тревог и интереса к той жизни, которая есть. Благодарю вас за внимание, за ту честь, которую вы оказали нам, выслушав наше соображение по этому поводу. Напоминаю, что у нас в ближайшее время будет третье заседание по этой теме. Это будет гастроэнтерология. Большое вам спасибо за ту честь, которую вы оказали нам, выслушав наши дебаты. Спасибо, берегите себя, до новых встреч. До новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok